всем привет сегодня 21 ноября суббота пока монтируется мое видео я немножко разобрала мои процессы конечно при съемке собираются все все эти коробки пакеты но сейчас я уже все разобрала и подготовила на сегодня может быть даже на завтра новый процесс как я говорила хочу продвинуть кубышку ну и конечно же львов решил отдать шанс сегодня повышевать кубышку я ее натянула на раму ведь у меня сейчас на станке стоит большая такая рама на 70 на 60 сантиметров если я не ошибаюсь на 60 сантиметров сюда становится практически любая работа самая большая у меня сейчас это мой кастом крафт 55 сантиметров там основа да поэтому получается здесь 60 сантиметров вот в принципе любую работу можно и в принципе любую работу можно поставить на эту раму вот сейчас я подготовила кубышку показываю вам весь мой стол мое рабочее место всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом у меня сегодня 29 октября предпоследний день месяца октября и сегодня я хочу подвести итоги как за прошедшую неделю так и за весь месяц потому что в принципе ну здесь уже остался один день я конечно еще сегодня завтра повышеваю но в любом случае подведу итоги сегодня так как у меня есть время и будем им пользоваться ну что в октябре все-таки у меня случился один финиш пусть и маленький но тем не менее есть и я этому очень рада будет у меня в моей копилочки 10 финиш 10 готова работа конечно не так много но потихонечку потихонечку работы вышиваются и это кубышка вышивала я по набору фирмы жар птица перед вами сейчас остаток остатки ниточек все ниточки здесь есть остались всего хватило ну конечно качество такое среднее это гамма и вот он буклетик со схемой тоже остался я здесь ключик отрезала поэтому немножко у меня отрезанная кубышка но и перед вами итог мне кажется очень симпатично все получилось хорошо несмотря на то что основа здесь такая дырчатая немножко рыхленькая не такое качество как известные нам основы аиды но тем не менее очень симпатично смотрятся это кубышка это малышка много здесь было бы ксича конечно для такой работы казалось бы простой набор просьба такие здесь материалы и вышивка должна быть попроще но тем не менее получилось здесь очень такая кропотливая работа по выполнению бэксича пришлось посидеть и постараться повышевать и то что у меня получилось все все очень симпатично смотрится как я говорила я не стала вышивать вот эти слова я просто сделала бордюрчик вот снизу сверху нужно было наверно верху чуть чуть побольше отступить но как получилось и эту красавицу я хочу оформить в текстильный мешочек для каких-то моих процессов небольших для организации ну в общем мешочек всегда можно применить где-то использовать и мне эта идея с мешочками очень понравилось я прям хочу вышить несколько еще дизайнов которые у меня есть на такие небольшие работы и все оформлю в мешочке спрошу моей девочки может быть нужно посадить на флизелин чтобы было поплотнее вот эта основа я сама не разбираюсь и вот когда сталкиваюсь с моментами оформления именно прикладную вышивку я понимаю что вот мне очень не хватает знаний я не знаю как работать с материалом с тканью стоили и ну и как нужно обрабатывать края и вот эти моменты у меня всплывают поэтому я сама не буду оформлять мешочек куда у меня и машинки нет если бы была я бы наверное посмотрела мастер-классы и с удовольствием сама смастерила какой-нибудь такой красивый мешочек но машинку покупать не буду для таких дел поэтому отдам отдам человеку кто занимается этим профессиональным вот такая у меня получилась красивая кубышка мой небольшой финиш октября и хочу также вам показать у меня есть парный набор это тоже жар птица вот такая вот мотанка на семью вот здесь на что у нас написано символ материнской заботы и любви семья называется вот такая тоже куколка у нее там малышей намотана целая куча вот тоже хочу ее вышить и оформить также в мешочек чтобы это было два мешочка здесь такая же основа такого же цвета растик вот немножко нам видно там все материалы мы в следующем видео с вами откроем этот наборчик и я приступлю сразу сделаю первые крестики ну а на этом с кубышечкой все она отправляется пока в рулочек полежит по отдыхает и подождет свою подружку чтобы вместе уже потом отправиться и оформиться это моя первая работа точнее финиш ну пойдем посмотрим что я все-таки вышивала в этом месяце еще в этом месяце я делала подход ну на этой неделе к набору золотого руно на охоте давно у меня начат этот процесс ну вот в этом году я за него взялась и потихонечку беру и по чуть-чуть его продвигаю вышиваю что вышилась на этой неделе вышивала ездить в центре знаете достаточно много я здесь вышила здесь было много пропусков и все все я это заполнила и как вы можете видеть здесь появилась вот такой вот пятнышко светленькая это уже наконец-то у нас лапа собаки вот она лапа и здесь уже заканчивается вот этот вот фон серо-коричневый трава уже заканчивается и дальше идет меня собака и вот такой вот зелено светло-зеленый темно-зеленый фон из листьев этот он вышивается очень легко интересно быстро поэтому осталось мне еще чуть-чуть преодолеть трудностей и даже уже работа полетит вот вот здесь будет половина то есть уже осталось чуть-чуть чуть-чуть до этой половины вот на основе кажется совсем чуть-чуть взять и буквально за один-два вечера и все это вышит но на самом деле это же 18 основа поэтому вышивается все-таки не так быстро и там часто смена нитки я была так бодро взялась там так часто меняется нитка что процесс пошел под медленно именно вот в этом участке где начинаются лапы какие-то переходы и где лапу вот соприкасаются с травой там тоже вот такие разные переходы много одиночек в общем как-то процесс не так быстро шел как не представлялась в начале но тем не менее чуть-чуть работа сдвинулась и прямо так рада этому и буду надеяться что потихоньку потихоньку буду ее продвигать буду эту работу ставить в планы на следующий год уже конкретно в этом году она у меня так скажем немножечко втесалась и вот по чуть-чуть я ее вышиваю по 500 600 крестиков где-то побольше ну вот тем не менее в начале года у меня было выше то вот так что то вот так чуть-чуть чуть-чуть в этом году я вышла вот такой кусок вроде бы немного но тем не менее есть двиг а наши умение как основной процесс идет а вот так когда-никогда набегами и я рада что процесс уже продвигается получается красиво получается очень ярко даже ярче чем на обложке и вот особенно мне очень нравится вот этот фон темно-зеленый здесь уже начал проявляться он легко вышивается и очень интересно поэтому я его жду этого фона посмотрим как будет вышиваться собака мне кажется особенно вот в этом участке здесь будет непростой участок много одиночек так как нужно передать все линии складочки какие-то тени поэтому таких участках всегда очень много одиночек и не так-то просто вышивается ну я буду стараться и кстати этот набор меня тоже подарок у меня очень-очень много подарков на самом деле у девочек и хочется их все вышить буду стараться потому что когда человек с любовью с этими-то эмоциями покупал этот набор для меня нужно конечно же обязательно вышить мне нравится эта работа и мужу она нравится ну вот как-то столько всего хочется вышить что не знаешь за что первое за что первое браться вот ну самое главное есть процесс ниточки мне здесь очень нравится вот модера я в этом году вышивала моих котов на крылечке тоже золотое руно модера прекрасные нитки вот сейчас снова вышиваю знаете вышиваю я сейчас и дмс у меня и наборы дименшенс и вот гамма ниточки и вот это модера что еще в этом году анкор был научим различными ниточками я повышевала могу сказать что вот для себя модера мне тоже очень нравится хорошие шелковистые ровные ниточки не путаются ложатся крестики аккуратно все замечательно поэтому этот процесс у меня в радость идет главное главное время вот такие небольшие продвижения по этому процессу идем дальше еще в этом месяце я занималась моим кастом крат с моим дворике данный процесс я вышиваю в нашем совместном проекте моя зима вот и не что у меня значит с этим процессом в этом месяце я так сразу я картинка вам показала откладываю и сразу вам показываю то что у меня есть в этом месяце я себе планировала вышить лист который должен был быть вот так здесь зашиться но видите листа не получилось получилось только полу листа даже чуть поменьше наверно вот он есть вот так его разделила и вышила вот по эту линию здесь у меня было три чуть чуть меньше чем три квадратика по высоте вверх у меня пойдет три с половиной квадратика да получается чуть чуть больше даже мне нужно будет вышить в декабре я планирую завершить эту часть листа поэтому нужно будет постараться процесс в принципе но не такой он и сложный так как многие говорят в данном процессе что сложный но он кропотливый тут уж что есть что есть так как я часто смена нитки какими-то какие-то участки я вышиваю парковка и какие-то участки по цветам где-то есть много зашивки одним цветом вот как черный много зашивается не так как видите припарковано у меня очень много здесь но здесь по-другому никак бывает что на один квадрат я паркую пускай в работу даже две ниточки одного и того же цвета чтобы не делать сильные протяжки но все равно протяжки есть так как идет большой большой разброс но вот то что получается мне это очень нравится я прям от этой работы получаю огромное удовольствие наслаждаясь вот этими цветами зелеными какие они здесь красивые яркие мне кажется прям вот в этих иголочках которые видны прям играет солнышко шишки такие красивые мне работа нравится знаете на любителя мне она очень нравится поэтому вышивая я получаю действительно удовольствие здесь крупный камень 14 основа такая знаете тоже хорошая удобная в работе она не жесткая и не мягкая такая как надо и поэтому крестики ложатся хорошо вышивать да вышивать вот поэтому буду стараться сразу план у меня на декабрь месяц дошить этот лист да я как-то себе планировала побольше я думала что в этом месяце лист я обязательно смогу вышить но месяц получился сложный я говорила что у нас перевели на карантин наши девчонки дома находятся мы работаем с мужем вдвоем субботу и воскресенье сегодня воскресенье мы вечером и опять поедем нужно формировать заказы делать в общем работу и поэтому времени стало еще меньше вот и сама работа домашние дела тут еще и субботу и воскресенье мы работаем времени становится меньше но в любом случае я стараюсь вот пусть небольшие итоги не такие как как бы мне хотелось но тем не менее я все-таки продвигаю эту работу я думала что я за наш совместный проект смогу вышить половину этой работы но скорее всего половину я не вышью вот если в декабре вы еще этот лист январь февраль там я может еще один лист выше может два листа выше ну ладно сколько есть потом буду в 2021 году уже ее дошивать я думаю что у меня все получится такие у меня уже планы дальновидные ну что мы рукодельницы любим помечтать мечты вышивки это наше все вышивка идет вышивка сама по себе медленный процесс поэтому нужно мечтать нужно планировать находить время чтобы вышить то что мы все хотим то что нам мечтается вот такая у меня работка вышивалась идем дальше еще один процесс который я чуть-чуть вышивала но и еще повышеваю он у меня в планах вот именно на сегодня и на завтра два дня я его буду продвигать данный процесс я вышиваю в флешмобе оксаны дерезы мы вышиваем мы вышиваем мир вот это дизайн фирмы dimensions мать земля называется но в моем случае это сборка но с оригинальными материалами здесь ниточки jp codes и здесь у меня такая история с этим набором что и схема здесь не очень качественно распечатана и в ниточках есть две ниточки которые нужно заменить так как они уже рыхленькие рассыпаются и вроде бы я здесь и схему нашла уже процесс пошел но случилась проблема с нитками и но я не выдержала отложила процесс сегодня я доделаю какие-то вот такие организационные моменты заменю нитки и продолжу начала я из центра в центре снизу вот отсюда и поднимаюсь вверх вышиваю вот именно эту девушку отвлеклась на звонок продолжаем в общем здесь у меня продвижение пока такие вот небольшие появилась небольшое пятнышко пока без бэкстича но бэкстич я буду вышивать наверное в конце потому что нужно читать разбираться в общем процесс у меня такой немножко по организации как-то получилось все но вот не не удобно некомфортно и что-то одно то другое постоянно какие-то у меня появляются здесь моменты но я буду стараться мне кажется что по схеме посмотрела не такой он уж и сложные да кропотливый здесь часто будет меняться нитка много бэкстича но будет очень интересно я планирую сегодня и завтра вот именно повышевать этот процесс и посмотрим что же у меня получится и какие у меня будут дальнейшие впечатления либо какие-то сложности а может и нет ну посмотрим в общем с этим процессом я продолжаю работать но идем дальше но чуть не забыла про самый-самый наверное в этом месяце интересный процесс и в принципе очень даже удачливый это дизайн dimensions называется зимние радости у меня сборка от магазина клубок желаний вот такая картиночка должна получиться ну и то что у меня получается здесь вышит очень интересный элемент мне кажется центральный элемент этой картин этого дизайна это пара лошадок и вот такая вот повозка с людьми здесь детки собачка плед солома все очень классно проработано много конечно было быксича цветного и часто приходилось менять иголочку с ниточкой и при вышивке людей здесь и полукрест и крест часто менялась ниточка такая очень очень кропотливая получилась работа вот с этим элементом но по итогу когда я все все завершила знаете я вот настолько любуюсь с этим участком настолько мне здесь все нравится я очень довольна своей работой конечно же восхищаюсь талантом дизайнеров дименшинс как говорится есть дименшинс мы уже привыкли к тому что и ждем что дименшинс вышивка будет нас удивлять впечатлять сколько бы раз мы не смотрели на один и тот же дизайн даже отшив одного и того же дизайна на любоваться просто насытиться невозможно очень все красиво всегда интересно проработано и с эмоциями каждой картине есть своя изюминка своя искорка свои эмоции вот вышло и в этом месяце немного но вышелся сложный такой участок скажем так теперь я на декабрь месяц планирую себе завершить вот нижнюю часть картины потому что у меня так склеена схема и мне будет удобно продолжать здесь вышивать здесь много полукреста в три четыре пять сложений нити но вышивается очень легко поэтому я надеюсь что не будет у меня здесь каких-то подводных камней таких сложностей есть здесь тоже бэкстич вот видите такая какая-то солома какие-то сугробики что-то как-то нужно будет обшивать и бэкстичем но не такой сложный кропотливый цветной вот как здесь в повозке поэтому я надеюсь что я справлюсь с этой работой и вот на декабрь у меня планы такие нужно завершить вот нижнюю часть картины потом хотелось бы конечно в январе и феврале завершить эту работу может быть конечно очень такие амбициозные планы за январь пол работы и за февраль пол работа оставшиеся да вот и вот эти части потому что здесь тоже очень много работы здесь деревья выкладная нить и домик сколько все вышивается с правой стороны много работы но хотелось бы ну почему помечтаю вот по планирую себе вот так мне нравится строить планы думать мечтать и часто конечно же планы не удаются ну хотя бы вот как себя организовать направить и стараться идти к намеченной цели поэтому буду надеяться что хотя бы в декабре мне удастся завершить эту часть смотрим что будет в январе вот как у нас будет с рабочим процессом хотя вот на сегодня говорят что скорее всего нас откроют числа 7 10 декабря отпустят нас погулять поделать свои дела до 8 января потом опять закроют месяца на два наблюдают за ситуацией это пока предварительные такие данные которые мы слышим по телевизору тем может быть и что-то изменится и справиться ситуации на январе может быть нас совсем отпустят но пока говорят так любом случае работы у нас может будет много это конечно хорошо и этом очень рада что у нас есть работа ну и также буду стараться вышивать и делиться с вами новостями как что у меня продвигается вышивается эта работа многим понравилось конечно сейчас еще такая тема зима зима праздники новогодние идут поэтому работа пришла сильно в тему ну немножечко вот так поближе потому что конечно же эту работу хочется всегда рассматривать поближе сколько здесь классных деталей правда шикарная молодцы вот такая красота мы идем дальше ну и так же на этой неделе я занималась моими львами африканские львы оригинальный напор фирмы дименшенс вышиваю я эту работу в нашем совместном проекте мои любимые коты 3 и я планировала вышить половину работы и я с этим моментом справилась мне казалось что это будет просто и легко зашить какие-то участки но казалось участке здесь все-таки да не сложный но объемные пришлось конечно поработать был большой участок вот здесь я вышивала огромный такой участок полукрестом вот здесь ну и сегодня утром я дошивала уже голову львицы пока без бэкстича решила быстренько снять видео то знаете время уходит нужно будет заниматься другими делами и не успею снять вам видео поэтому оставила без бэкстича но на следующий этап когда я возьму эту работу опять вышивку тогда я завершу и бэкстич и что я буду тогда вышивать я наверно вы ищу небо потому что полукрестом вышивать как-то скучно вата не вода чтобы не оставлять все самое скучное на потом вы ищу небо и голову львицы получается конечно но вы видите просто очень впечатляющая картина такие красивые здесь цвета все это гармонично подобрана хорошо проработана львица видны все складки мышцы и все детали изгибы тела будет еще конечно бэкстич поэтому она подчеркнется еще лучше станет еще выгодней смотреться на фоне этого неба ну и вот сейчас даже на контрасте этого неба как классно она смотрится ну а здесь и ждет еще конечно же лев и друг вот и вышивалась в принципе львица нормально ну трава вышивается легко небо вышивается легко вообще работа относительно легкая единственное вот здесь вот в голове конечно мне пришлось немножко повозиться потому что часто сменялась там ниточка очень много таких разбросанных крестиков по два по три по пять и и поэтому конечно заняло времени больше чем я рассчитывала вот но видите что пока сейчас ничего не понятно по поводу и и выражение дамом морды и и но когда будет бэкстич все преобразится наверное даже лучше мы сейчас посмотрим как она выглядит сейчас без без бэкстича а потом увидим же и и с бэкстича мы будет выше то уже небо зашит фон мне кажется будет очень очень интересно посмотреть вот именно на контраст вот такая моя красавица работа по планам да немножечко так помечтать тоже и об этой работе и чтобы мне хотелось ну хотелось бы в декабре завершить вот эту часть вот этого неба в январе и еще третью часть от того что здесь осталось вышить ну и ян в январе вот эту часть декабре вот эту часть январе вот эту а в феврале уже нижнюю часть и уже мне кажется будет финиш мне бы так хотелось ну а жизнь будет диктовать конечно свои условия настроение не знаю что и как у меня получится хотелось бы хотелось бы вот ниточек хватает все есть значков много парковщик у меня полный ниток не буду сейчас вам все показывать показываю просто результат то что у меня здесь выше там вот ну а об остальном уже поговорим в следующий раз когда я приступлю к этой работе еще что хочу сказать то что она очень очень классно вышивается легко кто думает берите обязательно вышивать и здесь нет никаких сложностей ну что итоги октября у меня вот такие вам судить много или мало мне бы хотелось побольше как всегда всегда хочется больше 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 итогов больше продвижений и стартов хочется но как получается в общем есть один финиш это хорошо продвинулись мои работы основные с которыми я работаю в сп у меня сейчас получается целых четыре работы в сп это мои любимые коты 3 моя зима там у меня две работы вот это и это и участвую у оксаны и герезы мы вышиваем мир это вот вот эта работа дименшинс вот четыре проекта в совместных проектах конечно это много и процессы такие знаете не простые большие сложные на них много уходит времени ну вот потихонечку как есть такие знаете и совместные проекты этой плюсы минус одной стороны это вроде бы тебя организует нужно делать отчет поэтому как-то стараешься не отставать продвигать работу с другой стороны не дает тебе увильнуть и поначинать еще что-нибудь вот я в принципе очень люблю совместные проекты люблю такие моменты организационные потому что действительно все-таки помогает помогает продвигать проекты и место не оставлять их на потом вот в принципе это все на этом я заканчиваю этот отчет сейчас смонтирую видео поделюсь с вами своими итогами и займусь съемкой видео о новой рукодельной неделе там я хочу повышевать уже что-нибудь другое обязательно вам покажу расскажу что я буду вышивать на этом я все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока сегодня среда мы приехали в парк на пробежку вечер прохладно вот такое у нас пасмурное небо парк очень большой здесь есть и теннисные корты и для футбола и бассейн с подогревом но сейчас все это не работает но просто открыт можно прийти на пробежку хотел показать вам какое у нас красиво сейчас небо вот такое очень красивое дерево оливковое шикарное а вот там внизу афины ну вот афины такая у нас погода деревья сосны зеленые а другие деревья уже сбрасывают листву но даже даже вот в это время года очень много зелени потому что основные деревья все-таки сосны они круглый год зеленые немножко прогуляемся вот так покажу вам наш красивый парк очень его люблю еще немножко отмин вот так вот так Субтитры подогнал «Симон»!